Так, а трудно ли найти, вот ты живёшь в Санкт-Петербурге, трудно ли там найти вегетарианские, веганские рестораны, кафе? Я специально вегетарианские, веганские не ищу, потому что я знаю, что в любом месте, в котором я буду сидеть, есть что-то обычное. И последнее время стало прям всё больше и больше. То есть это не только греческий салат и картошка фри, нет, всегда есть много, в каждом месте надо отдать должное, что в каждом сейчас хорошем кафе в центре города, в каких-то таких обычных хороших кафе всегда много блюд, и разные есть, и суп, например, обязательно есть просто овощной, и салатов несколько вариантов без мяса, и паста, например, с грибами или там просто с сыром или с помидорами, то есть много очень. Понятно. Не проблема. То есть это не проблема? Не проблема. У меня было любимое место, брат, оно, к сожалению, закрылось из-за, ну, не выдержала вот этот локдаун, пандемию, когда ещё год назад закрылись. То есть другая была сеть, очень известная сеть вегетарианских кафе, и такие симпатичные были места, укроп, они тоже, к сожалению, закрылись. Как жалко. Ну, может быть, откроется опять снова, да? Не знаю, очень грустно, но вот это правда, да, то есть многое пострадало. А тоже, мне кажется, вот если я сравниваю с Францией, здесь очень традиционная культура ресторанов, если ты идёшь в ресторан, заказываешь салат, обычно ты не говоришь, можно салат без этого, без этого, без этого, на тебя будут смотреть очень странно. Но в России, мне кажется, это возможно сказать, можно мне вот это не класть в салат, правда? Ну, бывает, но если я вижу, что в салате мясо, и я говорю, можно мне без мяса, я понимаю, что я буду платить за это мясо в любом случае, я просто не буду выбирать это блюдо. Понятно. Ну, у меня друг, ой, извини, у меня друг, у меня друг, например, очень сильно не любит лук, и он, например, часто спрашивает, точнее, всегда, а это с луком, а можно без лука? И некоторые, ну, в некоторых местах говорят, что, ну, нет, нельзя, у нас уже заготовки сделаны прям заранее, то есть не всегда в кафе можно заказать без какого-то составляющего, без этой составляющей, оно уже приготовлено заранее. Понятно, понятно, но есть вегетарианские блюда, да? Да, да, конечно. А вот Санкт-Петербург всё-таки это очень прогрессивный город, там всегда, он недалеко от Европы, там начинаются какие-то тенденции новые. В других городах России просто ли найти вегетарианскую еду, вегетарианские рестораны? Ну, в Архангельске это такой не очень большой город, я там бываю часто и долго, вот в последнее время это мой родной город, там прямо отдельно вот таких модных каких-то вегетарианских мест нет. Есть, ну такие, как маленькие, очень, не знаю, семейные, только-только начинают появляться, и там так много людей туда не приходит. Но в обычных, опять же, местах всегда есть большой набор вегетарианских блюд, всегда. Да, понятно. Абсолютно. И кофе на растительном молоке, если человек веган, или, кстати, не обязательно вегетарианец или веган, просто человек не хочет пить молоко, обычно у него аллергия, там, то теперь во многих кафе, в обычных даже абсолютно, есть или соевое молоко, или ореховое, или какое-нибудь овсяное делают это, вот это делают трендом, типа кофе на овсяном молоке. О, кофе на овсяном молоке, интересно, я хочу попробовать, спасибо большое. Спасибо большое, Анастасия. У тебя есть что-нибудь, что ты хотела бы добавить? То есть вегетарианцы, которые хотят приехать в Россию, не бойтесь, правильно? Вообще нет, абсолютно. Даже в маленьких городах вы всегда найдёте, что вы сможете, что вы можете поесть. Абсолютно не проблема. Извини, главное говорить по-русски и читать, чтобы прочитать, что там в меню есть, правильно? Ну да, главное, чтобы понять, что в составе, или спросить официанта, уточнить по поводу состава этого блюда, а так, я говорю, я уже об этом даже никогда не думаю, потому что для меня это никогда не было проблемой. Понятно. Спасибо большое, Анастасия. Дорогие друзья, смотрите Инстаграм Анастасия, Ютуб. И также ты начала подкаст, да? Да, с добрый путь, как говорится. Надеюсь, это будет регулярная вечеринка. Да, спасибо большое и всем до скорого. Пока-пока.